Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об опасностях, которые нас подстерегают при использовании растительных отходов в качестве средства для улучшения плодородия почвы. Одним из наиболее популярных, особенно в городских условиях, средств для улучшения почвы является сбор растительных остатков, которые формируются у нас на кухне в процессе приготовления пищи. Чаще всего это корочки цитрусовых, апельсины, грейпфруты, лимоны, все остальное, а также корки бананов. Бананы являются очень популярными, корочки на внутренней стороне особенно содержат множество различных питательных веществ. И существует очень много рекомендаций в интернете по тому, как можно использовать эти корочки в садоводстве. При этом, в отличие от цитрусовых, на кожуре которых чаще всего мы можем встретить такой организм, как пеницилл, и этот пеницилл может быть иногда очень даже полезен, потому что он может, как и препараты фосфатовид, калиевид, мобилизовать фосфаты и делать их доступными для наших растений. Вот бананы, к сожалению, вот такого пеницилла практически никогда не содержат. Между прочим, это плюс аргумент в сторону избирательного фунгицидного действия банановой кожуры, о котором мы говорили в одном из выпусков, и что на основе банановой кожуры, зеленой банановой кожуры, можно готовить хорошие фунгицидные препараты. Что же касается стандартных таких корок, которые мы закладываем в землю, некоторые блогеры вообще доходят до безумия и рекомендуют целые бананы закладывать в лунки, там, под томаты, еще куда-то. Это, конечно, безумие. Это пищевые продукты, их надо есть. Так вот, корочки могут представлять огромную опасность. Дело в том, что на корках бананов зачастую можно обнаружить такие опасные возбудители болезней, как ботрицис серый огни, а также фузариум. Это один еще плюс в сторону аргумента о том, что бананы не так уж и сильно химизируются в процессе своего выращивания, раз эти грибы очень легко из них выделяются. Конечно, тот фузариум, который выделяется с банана, он довольно специфичен по отношению к банану и не очень-то будет заражать, там, скажем, томаты и какие-то еще растения. Однако же, сам факт роста фузариума на банановых корочках, активного роста, хорошего роста, говорит о том, что для фузариума, для возбудителя фузариоза и других болезней банановая корочка является очень и очень благоприятной средой. Поэтому просто вот бросить их в лунку, в землю, заделать, и тем более сверху посадить растения, может постепенно приводить к накоплению инфекционного фона в теплице и впоследствии вспышек вот этих вот заболеваний, которые проявляются либо в виде пятен, либо в виде налетов, либо в виде очень часто увяданий. Что же делать? Ну, вот на этой грядочке я, например, делаю популярный в блогерской среде, садоводческой, огороднической среде, луночный компост. Я дома собираю вот эти вот корочки, сушу их или в свежем виде, в зависимости от динамики потребления. Собираю их, выкапываю ямку и закладываю сюда все эти корочки. Там салфеточки какие-то бумажные тоже. Это же все целлюлоза, все не страшно. Вот у меня целый-целый пакет, который я сюда замечательно выбрасываю. И можно, казалось бы, потом просто его закопать. Однако для того, чтобы избавиться от рисков внесения фузариума, ботритиса, серой гнили и других инфекций, я использую такой препарат, как триходерма вериды. Триходерма очень быстро расправляется с множеством различных патогенов, просто с целым букетом патогенных возбудителей заболеваний у растений. Она очень быстро съест эти корочки, очень быстро их компостирует и очень быстро вернет те питательные вещества, которые накоплены в этих корочках, сделает их доступными растениям, вернет в почву. Ну, я использую домашний препарат для этих нужд, домашний препарат триходермы. У нас много роликов о том, как его готовить. Я использую препарат триходермин БЛ зерновой. Ну, можно готовить жидкий препарат, можно взять столовую ложечку и зерен, заселенных триходермой, и засыпать сюда вот в эту вот самую лунку. Но я буду брать домашний препарат. Я его разбавляю в соотношении 1 к 100 примерно. Вот так вот, такую пропорцию делаю. И как следует, буквально, ну вот на этот пакетик такой, там, наверное, пару килограмм корочек у меня было. Наверное, там штук 6-7 бананов было. Может, там 4-5 апельсинов с грейпфрутами было. Вот на такой объем. Я где-то, ну, литр-полтора вот этой жидкости выливаю и далее заделываю все это лопаткой, закапываю. Таким образом, почва у меня не просто обогащается питательными веществами, но она превращается в ценнейшее средство для питания растений, а также для защиты их от целого комплекса различных патогенов в течение вегетационного периода, с которыми обязательно столкнутся растения здесь на грядках. Не игнорируйте этот метод. Не слушайте такие, ну, бездумные рекомендации блогеров. Надо все-таки немножечко думать шире, чуть-чуть вперед, прежде чем следовать подобного рода советам. Смотрите канал Про Цветок, следуйте нашим экспертным советам, советам наших экспертов здесь на канале, и у вас все будет получаться и будет все в полном порядке. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok